На Disney Plus вышел сериал Сольник Оби-Вана Кеноби, долгожданный проект, который сейчас многие с жаром обсуждают. Но штука в том, что не успела шоу дебютировать, как вокруг него тут же разгорелся колоссальный скандал. Мол, фан, сообщество, Star Wars, самое токсичное в мире, неадекватное и так далее. Официальный аккаунт Звездных войн уже назвал их лузерами. Короче, в чем же дело и кому все это выгодно? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну а теперь по сути о сложившейся ситуации. Дело в том, что в сериале Оби-Ван Кеноби есть героиня по имени Рива. Точнее не героиня, а напротив злодей, имперский инквизитор, преследующая самого Оби-Вана. Играет данную роль актриса наиболее известная по проекту «Ход королевы» Мозес Ингрэм. И вот вроде как после выхода первой же серии на нее тут же вывалился просто океан всяческого негатива и даже угроз в связи с тем, что она темнокожая. Данная ситуация сейчас разгоняется по всем фронтам, а команда, стоящая за официальным аккаунтом Звездных войн в Твиттере, уже написала в ответ хейтерам, сначала Келли Мэри Трэн, а теперь это, когда же вы неудачники научитесь оставлять цветных актеров в покое. Таким образом, уже официальные представители Лукас Фильм и Дисней оказываются втянутыми в происходящее. Что же касается самой актрисы, то Мозес жалуется, что ей прям сейчас не дают покоя, слушаем. Короче говоря, таких сообщений сотни, сотни, и я также вижу тех из вас, кто надел плащ для меня, и это действительно много значит, потому что никто ничего не может с этим поделать, никто ничего не может сделать, чтобы остановить эту ненависть. И поэтому я задаюсь вопросом, с какой целью я вообще здесь, перед вами, и говорю, что это происходит, я действительно не знаю, но я думаю, что меня беспокоит то чувство, которое у меня было самой собой, о котором мне никто не говорил, что я должна молчать и это принимать, что я должна просто ухмыльнуться и пропустить это. Но я не так устроена, поэтому я действительно хочу выйти и сказать спасибо людям, которые появляются вместо меня в комментариях и местах, которые я не собираюсь ставить сама, а всем остальным вы все странные. Короче говоря, по словам актрисы, все прям очень непросто, ее сейчас сживают со света тролли, да так что без внешнего вмешательства не обойтись, но знаете, мне честно говоря, вся эта ситуация выглядит странновато, ну потому что Мозес Ингрэм уж точно не первая цветная актриса во вселенной Star Wars. Вспомнить хотя бы того же Мофа Гидеона, он тоже далек от истинного Арица и тем не менее, никто не возмущался данному касту, никто не хейтил Джан Карло Эспозита и вокруг этого не было никакой шумихи. А сейчас прям раздули бог знает что, понятно, что кому-то может не нравиться актриса, да кто-то определенно пишет ей гадости, но при этом возводить данную историю до каких-то вселенских масштабов и раздувать вокруг нее истерику, а еще более странно, что Лукас Фильм и Дисней уже наперед якобы предвидели данную ситуацию и все, в том числе актрису о ней предупреждали. Потому что еще до выхода Оби-Вана появились сообщения, например от Индепендент или Варайти, что Дисней и Лукас Фильм заранее предупредили исполнительницу роли Ривы о наличии расистов среди поклонников Звездных Войн, чтобы возможные хейтерские сообщения не стали для нее неожиданностью. Представители темной стороны фандома Star Wars могут оскорблять участников фильмов и сериалов по любимой вселенной только лишь на основе того, что те являются темнокожими или азиатами, говорится в статье. Мне прямо сказали, что это проявление ненависти, скорее всего, к сожалению, произойдет и со мной, отметила Ингрэм. При этом создатели шоу пообещали оказать своей новой звезде всю необходимую поддержку и все это еще до выхода сериала в свет. Согласитесь, странновато. И вот как-то очень притянуто за уши, наподобие того, чтобы, скажем, Netflix наперед говорил исполнительнице роли Йеннифер или Трис, что их будут хейтить и предлагал всяческую поддержку. И об этом трубил прямо на весь мир. А потом через какое-то время оказалось бы, что вот так сюрприз все таки вышло. К чему я веду? К тому, что, как по мне, кто-то пытается натянуть сову на глобус. Да, в сети хватает хейтеров. Да, уверен, кому-то не нравится каст на роли Инквизитора в новом сериале. Но данную ситуацию уж точно раздувают из мухи в слона. Ну, как мне кажется, это просто некая ответка от Диснея и Лукаса в сторону фэнда Мастер Ворс, а также наглая спекуляция. Ну, потому что, согласитесь, между Домом Мыши и поклонниками, уже начиная с трилогии сиквелов, присутствует некое противостояние. И вот теперь Дисней уличил возможность дать сдачи, обвинив фан-сообщество в токсичности, а также подготовив плацдарм для любых будущих действий со своей стороны. Мало типа, если кому-то что-то не понравится, ну да, чего вы хотели, это же те токсичные фаны Звездных Войн. Вы же помните, как они травили бедную девушку, лишь потому что она черная. Никому не навязываю, это лично мое предположение, возможно, оно и неверно. Просто уж слишком много раздувалось и раздувается сейчас всего вокруг одной единственной темнокожей актрисы. А еще все пытается свести к цвету кожи, как будто не существует больше других причин любить или не любить того или иного исполнителя. Неважно, хороший он актер или плохой и так далее. Если тебе что-то не нравится, и это относится к представителю небелой расы, все понятно, на тебе стоит клеймо. В общем, создается впечатление, что кому-то в Дисней и Лукасфильм это очень-очень на руку. Посмотрим, куда данная ситуация продвинется дальше, на сегодня мы будем заканчивать. Пишите, что вы об этом думаете, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал, самое интересное еще впереди. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.